Ну вот, теперь я и стал администратором на этом проекте. Теперь меня ждёт абсолютно новая жизнь. Куча читеров, неадекватов, мошенников, все они меня ждут. На данный момент, дорогие друзья, я являюсь пока что администратором первого уровня, и мне ещё пока что мало чего доступно. Но, со временем мы с вами будем набираться опыта и будем только расти. С этого, ребята, дня я запускаю новую рубрику под названием «Жизнь админа», в которой я буду показывать, как приходится администратору на этом проекте, что ему приходится делать, какие обязанности перед ним стоят, и что вообще в целом представляет из себя админка на этом проекте. Я очень сильно буду стараться над данной рубрикой, надеюсь, она вам понравится. Ну, я думаю, не стоит тянуть, и давайте уже перейдём к нашему видеоролику. Итак, дорогие друзья, сейчас мы с вами находимся на горе Чилиот, самая высокая гора, и здесь расположен мой дом. И давайте сейчас посмотрим, что мы можем. Так, мы можем отвечать на жалобы, давайте попробуем, вот. Эй, Айдана, 350к отдай. Сейчас мы с вами находимся на должности администратора первого уровня, и давайте посмотрим, что мы можем делать. Так, у нас, в принципе, довольно-таки много команд, и мы можем делать всё, что угодно. Если нам нужно кого-то забанить, или заварнить, или посадить до Моргана, мы просто отправляем сообщение другому администратору, и он это и делает. Пока у нас первый уровень, мы банить не можем, мы можем только просить, чтобы забанил другой. Ну, а так, у нас уже есть в исполнении мало-таки команд. Вот, к примеру, у нас вот есть вот такая тут замечательная вещь под названием Jetpack, которая позволяет нам летать как угодно. Репорты отвечают довольно-таки быстро, и я даже не успеваю на них отвечать, потому что администраторов реально довольно-таки много. Вот, смотрите, вот, два ДМ ЗЗ, и сейчас давайте напишем то, что мы следим, слежу. Так, второй айдишник, он говорит то, что он ДМ, сейчас мы посмотрим, если он и вправду... А, ну, урон он не наносит, но это да, это считается как зелёная зона. Всё, мы ему дали поджопники, и сказали ему, чтобы он не ДМил ЗЗ, всё, с ним, я думаю, покончено. Наказывать я людей не хочу, лучше пока что дать предупреждение. Так, давайте-ка мы сейчас телепортируемся в любую точку карты, к примеру, вот давайте, вот я хочу, к примеру, вот сюда, да? Вот, я телепортировался, собственно, вот я сюда и приземлился. Также я могу себе пополнять ХП, вот, к примеру, вот я хочу себе сделать 1000 ХП, и я это смогу спокойно сделать. Сейчас у меня 1000 здоровья. Так, теперь давайте попробуем сейчас телепортироваться к Центральному Банку, вот, к примеру, вот так вот, вот. Я телепортировался к Центральному Банку, я могу телепортироваться к любой организации. Так, ну вот мы телепортировались в Гроувстрит, но тут никакой движухи нету, да и вообще банда находится как бы на респе. Давайте поотвечаем еще на какие-нибудь репорты и посадим за игроками. 916-ый, обман на АБ, давайте посмотрим, слежу. Так, я не понял, этот парень стоит здесь АФК уже 5 плюс минут, кого он может обманывать? Так, жалобы сыпятся и сыпятся, 181-ый чит, давайте посмотрим, слежу. Так, ну я так слежу за этим парнем, вроде я никаких читов не вижу, то есть скорость он не превышает, едет довольно-таки не так уж и быстро, никаких читов я как бы и не вижу. Реваз, помоги, ПЖ, репорт только Ревазу, я не успеваю никакой репорт принять, все репорты за секунду разбирают, я вообще не могу ни один репорт просто взять. Ох ты ж, блин, что это такое? Что это? Что это такое? Я ничего не понимаю. Сейчас я хочу кое-что сделать. Так, давайте снимем все наши аксессуары и переоденемся в скин военного. Все, побежали теперь к армии, сейчас посмотрим на их реакцию. Так, пока что из военных я никого не наблюдаю, вот тут есть два вояки. Так, я продал два грузовика патронов, как и приказали. Все. Рева, стой, блин, меня узнали. Товарищ генерал, я продал два грузовика патронов бандитам, как вы и приказали. Что? Теперь мы шери в полиции, давайте попробуем. Кот на дерево залез, нужно спасти его, срочно вызывайте спецназ. Дай денег, пожалуйста. Тебе будет задание, выполнишь его, дам денег. Тебе нужно прыгнуть отсюда и выжить. Ха-ха-ха-ха. Я на крыше, жди в больнице. Так, вот он упал и выжил боец. Так, сейчас пришла жалоба, мол, баду закаптили на их респе и также их еще и скажет, не выпускают из их базы. Сейчас посмотрим, что там случилось и в случае чего выдадим всем наказание. От улыбки в небе радуга проснется. Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.